Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Мы сегодня с вами посмотрим, как я организовала свое новое рабочее место, как я веду свой ежедневник и какие программы помогают мне в течение дня все успевать, оставаться мотивированной и выполнять кучу дел. Поэтому, если вам интересно, продолжайте смотреть это видео. Начну я с того, что у меня появилась суперкрутая мотивация что-то делать. Это новый вид из окна. Из окна у меня видно здание Salesforce. Напомню, Salesforce это CRM для малого бизнеса, для продаж, ну не только для малого, но в любом случае началось это все с нескольких человек, с небольшой компанией, которые решили автоматизировать продажи в маленьких бизнесах. И в итоге сейчас они построили самое высокое здание в Сан-Франциско. И когда я понимаю, что ребята, которые начали с совершенно небольшой компании, в итоге смогли построить одно из самых высоких зданий в одном из самых дорогих городов мира, я сижу и понимаю, что надо работать-работать. Мотивация номер два. У меня из окна видно самую дорогую квартиру Сан-Франциско. Она расположена в жилом комплексе ЖК Люмина. На последнем этаже это пентхаус, стоит она 40 миллионов долларов. Я надеюсь, что ее еще никто не купил, потому что стоит она пустая. Они иногда включают свет в ней, чтобы было красиво. И у нее такой круговой панорамный вид на залив. И, в общем, я сижу и мотивирую, что такую квартиру тоже когда-нибудь, может быть, можно будет купить. И, конечно, еще одна мотивация это то, что здесь вокруг офисы всех самых больших компаний. То есть, если вот так вот посмотреть, можно увидеть офис Убера, где-то за мной офис Airbnb, офис Кспиди, офис TripAdvisor. То есть, все топовые компании здесь имеют офисы, поэтому мотивация сумасшедшая. Теперь давайте перейдем к тому, как я планирую свой день. Очень важный момент, что я до сих пор пишу очень много всего рукой. И да, я пытаюсь какие-то вещи писать в компьютере. Очень важно понимать, что не все дела вас приводят в итоге к вашей финальной цели. И когда вы записываете какое-то дело, всегда спрашиваете себе, а это меня приблизит к моей цели или нет? Либо это дело я выполняю каждую неделю, и вообще его можно заоутсорсить какому-нибудь фрилансеру. Или, может быть, это дело вообще не стоит делать, потому что оно вообще ни к чему, я просто привык его делать. Поэтому, когда вы записываете, у вас есть возможность задать себе вопрос еще раз. И когда включается несколько органов чувств, действий, да, когда вы видите, когда записываете, у вас дело как-то больше декомпозируется на какие-то более мелкие подзадачи. Поэтому я обязательно все записываю. Давайте расскажу, как устроен ежедневник и как, например, я планирую свой месяц. Например, посмотрим на март. Я только начала его планировать. У меня есть раздел, который называется To-Do List. И это, соответственно, что я должна успеть сделать за месяц. Я себе здесь это поставила такими bullet-поинтами. То есть у меня цель получить визу в Англию, потому что у меня поездка в Лондон запланирована в июне. И, соответственно, нужно уже за март закончить процесс, потому что виза достаточно долго делает. Второй момент. У меня цель на английском канале набрать 300 тысяч подписчиков. Соответственно, каждый раз, когда я буду планировать новое видео, я буду себя спрашивать, а приведет ли мне это новых подписчиков, приведет ли меня это к новой цели. И еще у меня есть цель 120 тысяч подписчиков в Инстаграме. Если хотите мне помочь ее достигнуть, подписывайтесь на Инстаграм Линго Марина. Буду вас с нетерпением там ждать. Это такие цели, которые нужны здесь для того, чтобы я каждый раз себе задавала вопрос, и приведет ли мне какое-то действие к конкретной цели. Далее. Есть специальный раздел, который называется трекер. Что такое трекер? Например, я хочу, чтобы какие-то действия вошли у меня в привычку, и я хочу каждый день спрашивать себя, сделала я или нет это действие. Это йога. Я не собираюсь ее делать каждый день, но я хочу, чтобы каждые 4 дня я ставила вот эту пометочку, тут от 1 до 31 стоят точечки. Соответственно, точечку в тот день, когда я сделала йогу, я должна заштриховать. Очень удобно, если что-то вы планируете делать каждый день. Соответственно, зачеркиваете каждый день эти точечки, и когда вы пропустили, это вот яркое белое пятно будет вам говорить «А-та-та-та-та-та, ничего ты не сделала». То есть это такой трекер, который вы используете для того, чтобы сделать что-то новое, привычное. У меня здесь также вписана свежая рыба. Свежая рыба, это я хочу покупать, у нас тут кораблик приходит, люди ездят ночью в океан, ловят рыбу, я хочу вот именно оттуда рыбу взять, привычку покупать. Это, во-первых, дешевле раз в 5, чем в магазинах, во-вторых, это здоровее раз в 10, чем в магазинах, потому что рыба свежая и не с фермы, ничего. Потом я хочу играть на вот этом музыкальном инструменте. Я вот только купила, в детстве много играла, и сейчас я понимаю, что все намного проще, чем у меня учились в детстве, потому что в детстве у меня учили играть произведения, а я сейчас хочу просто аккомпанировать себе для пения, и нашла, кстати, офигенную программу, кому интересно, называется Chordify. Там можно любую песню с YouTube разложить на аккорды, вот прям любую. Просто подгружаете, она раскладывается на аккорды, за вечер вы учите 3 песни. И да, я хочу больше записывать свое пение, подписывайтесь на Instagram, я буду выкладывать туда. И здесь я выписываю цели на месяц. Цели — это вот конкретные действия, которые я хочу сделать. Например, я хочу отпраздновать свой день рождения, у меня 13 марта тут будет. Видите тоже в календарике, можете пометить важные события на конкретные дни. Ну, соответственно, я хочу отпраздновать с друзьями, потому что я давно этого не делала. Сегодня у меня по планам еще отправить парочку LinguaBook'ов нашим клиентам в США. Я их уже упаковала, все подписала. Сейчас они поедут дальше, поэтому, ребят, если вы в США и хотите заказать LinguaBook, у вас здесь немножко, вы сможете, у меня их два осталось. Но мне их периодически привозят, просто они все находятся в Москве. Как работает почта в США? Обычно людей немного, вообще можно все автоматически делать дома, распечатывать, но у меня принтер жует бумагу, я не могу распечатать. Один LinguaBook, то есть это как большой конверт, стоит 6 долларов 70 центов, гарантированно дойдет через два дня, сразу дается трекинг номер, выдается страховка, и все очень милые и приветливые. Кажется, чувак на кассе почти испугался, потому что проверка уже была в два раза вежливее, чем они обычно. Ну, прям, стандартная доставка, здесь входит всегда страховка 50 долларов, трекинг номер, по которому можете отследить. Сегодня четверг доставят LinguaBook и ребятам в субботу. Стоит, я сказала, 6 долларов 70 центов. Американская почта работает так-то без перебоев, и я, в принципе, ее не очень боюсь. Единственное, что я сейчас немножко переживаю, что я отправила свой паспорт, и единственный свой паспорт в Нью-Йорк, обычным письмом. Я надеюсь, что мне через месяц придет обратно, и все будет в порядке. А так я из страны сейчас не могу выехать. Самый первый страх у меня пользования почты был, когда я в 2015 году должна была отправить свой диплом на эвалюацию. Мне эвалюация нужна была для университета Джонс-Хопкинс. И сначала мне предложили отправить обычной почтой. И говорю, знаете что? Ну, в общем, я отправляла курьерской службой, и дошло все идеально, мой диплом не потеряли. Более того, мне его вернули в заэвалюированном виде, то есть все в порядке было. В общем, почта работает бесперебойно, документы можно не бояться отправлять. И вообще тут все грин-карты, все паспорта, все-все-все приходит по почте. Шабака! Очень давно хотела вас сводить с собой на фермерский рынок. Приезжаю в Сан-Франциско, специально для таких городских жителей, как я, чтобы у нас была фермерская вкусная еда. Если я подошла к овощному стенду в России, я бы не увидела столько зелени, правильно? Вот хочется помидорку, хочется огуречек. Нет, зелени может быть столько же, но она была бы другая. Посмотрите, американцы очень любят всякие листья есть. Любые три штуки за 5 долларов. То есть я могу взять пучок морковки, пучок редиски и пучок какой-нибудь травы. Или там кочанок капусты. Я вам сразу скажу, что это дороже, чем обычно. Это фермерский рынок, и все-все подороже. Самый кайф на рынке, что все-все можно пробовать. Can we try? Of course, yeah. А, this is so good. Она хрустящая, но очень сладкая. Ну что, творожок. Кефир чиз. Калифорнийский лосось. Хороший? Польский как финиш. Да? Угу. 2026. Этот капитализм. Как в фильме из 20-х годов. Безтенция микророк прикольная. Теперь переходим непосредственно к планированию дня. Что у меня происходит в течение дня? У меня, во-первых, я подписываю какой-то день, и у меня есть задание. Я очень люблю делать задания вот такими пунктиками, квадратики, потому что квадратики, это можно делать с галочкой, и галочка это самое приятное, что происходит в выполнении задания. Не то, что я его сделала, потому что галочку поставила. Меня это прям, ну, к порядку, к такому приводит. Я очень люблю к концу дня, чтобы все галочки были проставлены. Если они не проставлены, я все равно ставлю галочку, и просто переписываю задание на следующий день. Вообще, есть правило, что не стоит планировать больше пяти заданий на день, но если посмотреть мой ежедневник, у меня никогда этого не получается, у меня всегда немножко больше, но я стараюсь. Второй момент. Есть раздел Ideas. Я творческий человек, у меня постоянно видео, и я хочу не забыть какую-то вещь, которая мне вдруг пришла в голову. Здесь я обычно могу выписать план видео или план на какую-то фотографию, какой-то пост в Инстаграме. То есть здесь это такая креатив-сторона. Что очень круто в этом ежедневнике, он сделан для тех, кто учит английский, для тех, кто хочет совершенствоваться в нем. Поэтому каждую неделю у вас закончилось 5 дней, и идет какой-то полезный совет. Например, я уже дошла до момента, как произносить какие-либо звуки. Например, звуки там, как Т, да, мы произносим по-русски Т, а по-английски Т. И здесь рассказано, куда ставить язык, даны слова для тренировки, и обязательно какая-то мотивационная фразочка. Go the extra mile, it's never crowded. То есть пройдите всегда дополнительный шаг, там никогда нет людей. Ну, потому что понятно, что до цели доходят самые целеустремленные, и те, которые четко планируют свои шаги. Каждую неделю вам дается какой-то полезный совет на английском. Здесь, например, сокращение на английском, которое используется в речи. Здесь, например, страничка, на которой мы рекомендуем вам посмотреть сериалы, чтобы развиться в английский, и рекомендуем какие-то каналы на YouTube и подкасты. То есть, соответственно, каждую неделю что-то суперполезное. В начале ежедневника можно посмотреть, как им пользоваться, какие мои видео посмотреть на YouTube. Здесь много полезных советов от Вени, и от наших ребят, которые наши блогеры, типа Бриджит, Марии, училки из Инстаграма. Вот так вот выглядит ежедневник. Заказать можно по ссылке внизу, посмотреть по хэштегу Lingabook в Инстаграме, как ребята им уже пользуются. Как по мне, так это лучший ежедневник. Но понятно, что я его разрабатывала сама, потому что мне нужно. Поэтому я его очень люблю. Давайте перейдем дальше. Расскажу вам, как я организовала непосредственно свой стол. Для меня очень важно, чтобы за столом был минимализм. Соответственно, у меня два ящичка, потому что, запомню, в детстве у меня было миллион ящиков, и я уже забывала, что где лежит. У меня теперь правило, что если я понимаю, что мне что-то в ближайшие три месяца будет не нужно, я, скорее всего, это выкину. У меня есть ящик, в который я положила диски Валерия Меладзе, мне недавно вернули. Далее у меня здесь лежат запасы наушников, протиралки для компьютера. И, кстати, очень удобная тема. Вот такие вот коробочки. Красивые. Если они красивые, не выкинуть, потому что в них можно складывать какую-то интерес... Значит, когда убрался для видео. В общем, как вы поняли, эту коробочку я использую для чеков. Может быть, нужно что-то более оптимальное придумать. Ну, в общем, коробочки не выкидывайте особенно красивые, пусть они остаются, и помогает вам оптимизировать место. Вот не просто накидывать все в ящики, потому что, да, вот складывайте в такие коробочки, и уже сразу получается оптимизация по делам. Это безумно удобно. Второй ящик у меня чисто блогерский. Здесь лежат 5 жестких дисков. Затем лежат волшебные коннекторы, у кого новый MacBook, тот знает. Лежат открыточки, с которыми, если вы, кстати, заказываете LinguaBook в США, у меня осталось их всего два, но мне скоро привезут новые. Если вы заказываете LinguaBook в США, вы еще получаете от меня открыточку. У меня здесь лежат открыточки. И моя веб-камера для наших с вами субботних стримов. Это все, что у меня лежит за столом, потому что за столом я концентрируюсь на том, что происходит в компьютере и происходит в LinguaBook. Соответственно, у меня здесь должен быть порядок. И вот такая вот штучка у меня еще есть. Это, кстати, из Питерского Стокмана я привезла. Это подставка для кружки для кофе. Давайте немножко расскажу про то, чем я пользуюсь в своем компьютере. Значит, недавно узнала, что до сих пор много кто пользуется всякими email-клиентами, но я тоже до этого пользовалась Outlook, пока на 9 гигабайтах почта у меня не накрылся. И я стала спрашивать у ребят местных, кто чем пользуется. Оказалось, что все сидят на Gmail абсолютно, поэтому вся моя почта переадресуется в клиент Gmail. Просто обычно gmail.com. Очень удобно, это всюду можно открыть. Поэтому, если у вас сейчас вопрос стоит, через что вы фильтровать свою почту, я все делаю через Gmail. Далее мы все еще пользуемся Trello. У нас все дела компании ведутся в разных Trello-досках. Соответственно, у меня есть Trello-доска, где я также веду свои идеи для видео, идеи для постов в Инстаграме, чтобы, если вдруг у меня какой-то творческий кризис, я захожу и просто выбираю что-то из списка. Я все еще, кстати, также занимаюсь на тренажере Викиум, и еще раз вам его порекомендую. Кто еще не успел посмотреть мое видео про то, как я на нем занимаюсь, для того, чтобы тренировать память, там можно выбрать задания абсолютно на любой вкус, если, например, вам вы страдаете тем, что у вас отсутствие концентрации. Там очень классные задания, если у вас проблема в том, что вы не можете запоминать. Те же самые запоминалки, опять же, в которые мы все очень любили играть в детстве, вспомните их, когда вот у вас момент наступает, что вы уже все, уже не можете работать, и делать ничего не хочется, но понимаете, что просто лечь и там залипнуть в Инстаграме тоже не вариант, заходите в Викиум, делаете упражнение буквально 5-10 минут, вы не представляете, насколько вот эта мышца, которая здесь находится, называется, что мозг, это мышца, которую можно тренировать, и чем старше вы становитесь, тем больше ее нужно тренировать, чтобы она не теряла свою пластичность, поэтому заходите на Викиум, тренируйте свой мозг хотя бы по 5-10 минут в день, это то, к чему я стремлюсь прийти когда-нибудь в йоге, хотя бы по 5 минут в день, сейчас пока каждые 4 дня, но в общем рекомендую, ссылка будет внизу в описании, переходите, регистрируйтесь, и тренируйте мозг. Сейчас, может быть, я вам расскажу про супер банальное приложение, но все таблички, все документы я давно виду в Google Docs, потому что их очень удобно шарить, кто еще не видел, это все бесплатно, Trello бесплатно, Gmail бесплатно, Google Doc бесплатно, Викиум есть бесплатный пробный период, поэтому пользуйтесь на здоровье и не бойтесь, что с вас потребует много денег. Еще, ребят, очень классная программа, я про нее уже тоже рассказывала, это Google Календарь, в который вы можете планировать свои события на день, то есть, что у вас происходит в течение дня. Если вдруг у вас очень часто есть какие-то встречи, как у меня, например, консультации, зайдите на сайт Calendly.com, там можно бесплатно зарегистрироваться, и, например, если вы кому-то говорите, давай с тобой созвонимся, вместо того, чтобы поменяться 50-ти имейлами с этим человеком, там уточняю, в какое время удобно, вы просто посылаете ссылку на свой Calendly, человек выбирает время, и самое крутое, если у человека тоже Google Календарь стоит, то что с автоматически, и у вас, и у него появляется эта встреча. И знаете, что самое крутое? Если, например, человек в другом часовом поясе, как у меня очень часто бывает, у него же сезон с Россией, с Лондоном, еще с кем-то, у вас появляется в нужном часовом поясе, в вашем это событие, то есть, вам не нужно будет пересчитывать, так мы договорились на 10 утра по Калифорнию, что это вот в моем часовом поясе. Автоматом встанет в ваше нужное время, будете знать, что у вас там в 11 часов вечера созвон. Поэтому очень рекомендую Calendly совместно с Google Календарем. Вот так сейчас не надо, пожалуйста, надо мной ржать. Сейчас 11 градусов тепла, у нас холоднеет и холоднеет с каждым днем. Самое ужасное, что тут ветер сильно с океана. Ну не, ну ладно, люди-то полуросеты идут. Короче, я мерзляк. Но завтра приезжает Веня, к нам в гости. Я ему сказала, чтобы он брал самую теплую в своей шапке. Не знаю, может он тоже давно посмеется. Но вообще мне прохладно. А сейчас я еду в компанию Mixpanel. Мы, наверное, с вами в компанию. Это такая аналитическая компания. Там выступают мои друзья, которые будут рассказывать, как они трекают своих клиентов, которые будут у них поставить. Для тех, кто сильно замерз, горячий шоколад. Говорит, пиво или вино? Я говорю, я комбуча есть. Он такой, только для тебя. Вот у меня так часто так бывает. Я иду на какую-то встречу, думаю, блин, к ней охот идти, может не надо. Обычно такие встречи, оказывается, самые полезные. Просто познакомилась с главой L'Oreal Ventures, познакомилась с бывшей главой международного развития Expedia и парочку друзей встретила. Иду домой. Через дорогу на красный. Иду домой постить вам паточку. Это были все мои советы по поводу планирования дня, по поводу организации рабочего места. Пожалуйста, напишите внизу в комментариях ваши программки, которые вам помогают оставаться сконцентрированными, смотивированными. Обязательно делитесь. Мне будет очень интересно узнать, чем я могу свой вот этот вот сетап еще дополнить, улучшить. Поэтому, если вы еще не подписаны, кнопка красная внизу. Обязательно подписывайтесь, ставьте лайк, если вам понравилось это видео и нравится эта тема. И мы встретимся с вами в следующих видео и также встретимся в Инстаграме. Поэтому до связи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok